Так, хорошо. У Саши, конечно, его не поймаешь, он опишет свой предмет с трех сторон. Так, предлагай делать тест. Раз Макса нету, берем и дай. Так, ответа? Ручка есть? Да. Отлично. Итак, тест называется коммуникативность, что-то такое, представляете, коммуникации слышали, что-то такое, это связано с чувством аудитории, скажем так, это общение, коммуникация это общение разного рода. Итак, первый вопрос. Велика ли у вас потребность общения с другими людьми? Да, три очка, иногда два, никогда ноль. Один, да. А вот ты себе пиши, значит, первый да, да, или иногда? Иногда. Иногда, значит два. Значит, да это три, иногда это два, никогда ноль. Записал? Вот так, а первый? Велика ли у вас потребность общения с другими людьми? Да, иногда, никогда. Три, два, ноль. Да, три. Я да, да. Второй вопрос. Часто ли вы остаетесь в одиночестве? Иногда. Иногда два. Это первый вопрос. Часто ли вы остаетесь в одиночестве? Да, ноль. Нет, три, иногда два. Нет, три. Нет, три. Три очка. Есть? Иногда, третий, иногда вам не хочется подходить к телефону. Да, один, нет, два. Четвертый. Считаете ли вы, четвертый, что нужно избегать лишних волнений? Всегда ноль, иногда один, никогда три. Считаете ли вы, что нужно избегать лишних волнений? Понятно, что это такое? Ну, кому неприятности, нервничные. Пятое. Любите ли вы улаживать чужие дела? Очень люблю. Четыре. Иногда это делаем три. Считаете, что это невежливо? Два. Никогда один. Шестое. Вы входите в комнату с незнакомыми людьми, например, на вечеринке, где встречаете только одного-двух приятелей. Вы. Говорите только с приятелями. Ноль. Старайтесь обратить на себя внимание других. Два. Знакомитесь сразу со всеми. Четыре. А где три? Три нет. Есть оказания? Седьмой. Получаете ли вы большое удовольствие, рассказывая новости? Да. Два. Иногда один. Нет. Ноль. Часто ли у вас спрашивают дорогу или время на улице? Да. Четыре. Достаточно часто? Три. Редко? Два. Никогда? Ноль. Саша. Конечности. Здорово. Девятый вопрос. Если в магазине продавец не заметил вашего вопроса, вы продолжаете говорить только громче. Два. Вообще прекращаете попытки. Один. Другое. Ноль. А вы продолжаете говорить только громче. Или какой громче? Только громче. Два. Есть оказания? Десятый. Десятый. Сильно ли вы устаете, если почти целый день общаетесь с другими людьми? Очень сильно. Один. Сильно. Но можете, можно выдержать. Три. Одиннадцатый. Можете ли вы своим дружеским отношением вести людей в заблуждение, хотя они вам не нравятся? Можете ли вы своим дружеским отношением Ввести людей в заблуждение Хотя они вам не нравятся То есть сделать вид, что вы в общем Типа хотите дружить Да, три Иногда два Нет, ноль Двенадцатый Последний Нравится ли вам приглашать гостей и ходить в гости Очень Четыре Нормально относитесь к этому Три Не очень, два Совсем не нравятся ноль Посчитайте общее число полученных баллов То есть сложить все? Да А повторите, пожалуйста, четвертый вопрос Сейчас Так, помогите Четвертый? Да, четвертый Сейчас У меня двадцать два У меня двадцать два Пусть рассчитаешь Четвертый Четвертый Считаете ли вы, что нужно избегать лишних волнений? Всегда ноль Иногда один Никогда три Двадцать 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 У тебя двадцать два Да? Двадцать Вы в одной группе, значит, с Хасаном, по второй группе. Так, Катя, я знаю. Первое, это люди очень общительные. А вы тоже общительные, уже не очень, а тоже общительные люди. С ними особенно приятно проводить время. Опаятленные, но знают свою цель, себе на уме. Иногда они бывают воршливыми. Да. Саша, точно. Но их легко переключить на жизнерадостное настроение. Нет. Легко, легко. Вообще они часто эмоциональны. Да. Дружески настроены ко всем. Нет. Да, да, да. Отличие от людей первой группы не стремятся к лидерству. Нет. Но предпочитают дружеские, тонкие связи. То есть ты не хочешь быть главным в каждой группе получать все-таки? Нет. Вглубь лузеров я не хочу быть главным. Значит, а кто хочет быть лидером, мы не будем разница, где уже будем. В каждой группе, даже в группе лузеров быть главным. Главный лузер, мир! Я не в первый. Вторая группа. Интересно. Я пятый вопрос написала. Мне по барабану. И тут же не суть. Попробуем баллы все равно. Значит так. У Хасана... А третий какой? Третий. Третий? Это люди более спокойные. Но вы к спокойным не относитесь. Хотя, Хасан, может быть, когда-нибудь в ногу будете спокойно-спокойно-спокойно. Я тоже. Да, реально. Реально. Итак, Хасан. У тебя слово медведь, а у Саши слово велосипед. Опишите. Нет, опишите. Не словами, а вот в китае. У тебя медведь, а у тебя велосипед. Нарисовать? Нет, не нарисовать, а писать. Чем отличается, грубо говоря, велосипед от автомобиля? И, в общем, что это такое? Велосипед от медведей? Да, от медведей будет слишком много. Большая разница. А у тебя медведь, а у вас остальные животные спрашивают. Так, у меня написать отличие от чего? А как ты написал статью википедии, начало статьи википедии про медведя? Про медведя? Да. У меня велосипед. У тебя велосипед, у меня медведь. Про медведя. А вы не пишите? М? Чем отличается? Я бы не писал вообще статью википедии. Хорошо. Тебе заплатили 500 долларов и сказали пиши. Ты что будешь выделываться? Я за 500 долларов не куплюсь. А ты какой дорогой смотри. По нынешнему курсу мог бы продаться. Давай пиши. Не, сейчас ела падает. Падает. Если долго будешь писать, вообще останешься без ничего. В долгах останешься? Нет. Нет. Если долго статью будешь писать, давай, я не посмотрю. И когда пишите, значит, определение, можете себе такие вопросы задавать. Что? Где? Когда? То есть, что такое медведь? Где он живет? И, скажем, когда... Я, в принципе, устный отлично рассказываю. Я знаю. Ты устный рассказчик? Ну, отличный. Мне очень нравится, как ты рассказываешь. Ну, давай ты будешь таким же классным писателем у нас. Ты тоже рассказываешь. Спор у него. И... А Хасан, например, лучше тебя пишет. Я это все занимаюсь. Ну, а кто без недостатков? Я у вас тоже за это буду. Согласен. Ну, сейчас же нет. Пиши, ба-да-да. С вашего определения я должен найти ответ на вот вопрос. Что? Я буду. Где? Когда? В письменном виде должно быть. Ту одна строчка, которую ты написал, она не может влиять на все. Я вообще не написала. Четыре строчки? Так быстро? Самый, что пишет, еще время не запиши. Я все. Да? Ну, давай, не болтайся. Все, привет. Все. Готовы? Тогда сам начинаем. Так. Открываем. Итак, открываем энциклопедию. Статья. Медведь. Что? Медведь. Живое существо. Так. У медведя какого медведя. Так. У медведя какого медведя. Давай так. Живое существо. Хорошо. Значит, когти. То есть, отличается от остальных живых существ тем, что у него когти. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Мне нравится. Давай дальше. Он не ест мед, когда пчелы нет в небе. Он не ест, да? Он ест. А, ест. Хорошо. Так, согласен. То есть, в остальное время он не ест. Он ждет, пока пчелы улетят. Так получается, да? Бензер, я продумал. Вообще он все ядный. Вообще да. Мед это скорее-то лакомство, наверное, я думаю. Да. Но вообще, он ягод, я думаю. Ягод. Ягод. В Америке он вообще жил чипсы. То есть, мед это скорее... Лакомство. Если мы про медведя будем говорить, а если про медведя в целом, мед, наверное... Ну, нет. Это хорошо, я согласен, что другие животные мед вообще не едят. И почему он отличается тем, что у него копти? А у кого генее копти? У... У льва. Я думаю, что у медведя еще более генее копти. У медведя генее. Нет. А, знаешь что? У медведя такая лапа, когда он ходит, его вообще не слышно. Да. Он тяжелый, но при этом у него такая лапа. Нет, кошка так же. Медвей, ой. И сравни кошку, у которой килограмм, полторы от силы, и медведь, у которого там двести килограмм. Угу. А вы сравните тигры? Тигры больше. Тигры... Тигры, кстати, больше полторы, чем у медведей. А где да? Поэтому... Полторы не... Это не основное. Это одно из, но это не основное. Чем медведь отличается, например, от гиены? Я знаю ты. Ну? Очень нет. Это раз, он более убитый, гиена падальщика, а медведь нет. Гиена падальщика. Получается, видишь, вот то, что говорит Саша, что медведь всеядный, это... Когти-бадальщика. Когти, это не основное. Давай так, итак, медведь это... Это живое существо. Он праздник. А мы не можем более узко забрать, смотри, живые существа, птицы, рыбы сюда входят, более узкую группу взять в биологии. Медведь какой бы подносится? К всеядному. Нет. Ну... Это не... Нет. Он не... Он всеядный, хищный, другая группа. Да, он не хищный. Четыре. Это не менихопитающийся. Животные. Птицы, рыбы, животные. Хорошо. Давай так. Медведь, это животное, которое занесено в Красную книгу. Хорошо, дальше. Медведь, всеядный. Медведь, всеядный. Медведь, всеядный. Все, да? Да. Медведь, всеядный. Да, хорошо. Значит, давай подождем, Саша. Медведь, животное, которое живет в Берлоге. Хотя, честно, я не знаю в Берлоге. Я знаю. Так. У него суров какой-нибудь, наверное, да? Не знаю. Но они в Берлоге живут. В Норке живут. В Норке живут. В Норке живут в Берлоге. Так. А Волке? В Норке? Нет, на деревьях. Волке тоже, по-моему? На деревьях. Да. Он дерево растает. Да ничего подобного. Ты знаешь, какие вот сосны в Америке. Все деревья грызны живут, ой, все медведи грызны, почти все медведи грызны живут на елках. Ну, хорошо. Мы берем бурого медведя, скажем, не берем. Медведя вообще. У Хасана хорошие признаки, но основные я его перечистил. По-моему, он половину перечистил. Да. Он не ключевых. Не ключевых. Получается, по этим параметрам, я уверен, можно найти другое животное. Которое тоже любит мед, живут в перлоге. Попугай. Мы читали попугая, помнишь? Но они любят мед. Он любит мед. Это не просто сказка? Нет, это рассказ. Ну рассказ. Это не сказка, всех попугай любят мед. Особо на западной. И у него есть только есть токти. При перлоге. У них тоже есть токти. У него есть глины. У него есть глины. У него есть глины? У него нет зуба. А если у тебя не было объяснено про зубов? Да. Поэтому получается, что попугай, который залетел в Бергогу, в принципе, может вполне попасть под твоё описание. Да. Ну, скажем так, четыре с минусом описания, я бы сказал так. Нет, я бы взял бурый раскрас, то, что раскрас, сказал он про шерсть ещё. Да, про цвет, шерсть, согласен. А запах? Про запах, да. Потому что он пасёт так, чтобы потом ещё шкуру медведя поставить в комнату, но он за всеми меняет. Он очень быстрый, кстати. Он грязь, и он быстрый. Быстрый? Да, на своём месте. О, хорошо, азин по деревьям. Он одним прыжком может, в общем, метр четыре пропрыгать. То есть, получается, у тебя есть хорошие вещи, но я боюсь, что по твоему описанию можно было бы другой жёлтой найти. Вот, что он делает. Я бы сказал, я бы сказал, четыре с минусом. Саша, что у тебя? Что сказать? Велосипед. Ну? Велосипед. То есть, в рука тура. Я бы написал бы больше, если бы знал бы год, и кто его изобрёл? Предположительно. Ты знаешь, кто в автомобиле изобретен? Ну, предположи, хорошо. Ну, допустим, я знаю, кто изобрёл велосипед, а то и в каком году? Ну, предположим, это середина 20-го века, середина 17-го века. Когда велосипед появился? Что ты думаешь? Где-то в 1058-ом. Тысяча каком? В 1058-ом. В 1058-ом? Да. В смысле, тысяча лет назад? Тысяча лет назад? Нет. Я боюсь, что в Украине телеву изобрели, а не в Миросипеде. Тысяча. Тысяча.